Всем привет! С вами я Александр Демидович. Сегодня 17 октября 2018 года. Я нахожусь на переулке Лодочном, который находится на Кобыщанах в городе Полтава. Я пришел сюда ровно через два года после того, как власть приняла решение сделать хотя бы какую-то, навести лад, порядок на этой дороге в этом переулке. Был завезен сюда щебень, была завезена гранатсев и вот что на сегодня происходит. Два года еще раз прошло. Происходит вот что. Гранатсев уже растворился, щебень остался, ситуация осталась неразрешенной, а только усугубляется. Усугубляется каждый дождь, каждую весну, каждую осень. Этот переулок находится на избирательном участке депутата городского совета Юлиана Матвийчука. В прошлый раз, два года тому назад, я не акцентировал внимание на том, кто здесь депутат, именно здесь. Ну, в надежде на то, что человек увидит этот мой репортаж, примет какие-то решения и будет что-то делать в этом направлении. К сожалению, Юлиан Матвийчук, наверное, не видел моего того репортажа, не видел этой улицы, этого переулка. Он не знает о том, что здесь происходит. Я знаю лично, что у него риторика такова, что он работает по всему городу, не вопрос. Но по его участку работы никто не делает и он в первую очередь. Всем хорошего настроения. Добрый день. Добрый день. Я пришел к вам вот по какому вопросу. Два года тому назад вас здесь щебнем хоть дорогу засыпали. С тех пор ничего не делали? Вот так засыпали. Иди по краях засыпали пылью, зрань пылью. Теперь никто ничего не робил, это когда была, и это поймывало, там и не послали на тому конец. Скажите, вы знаете, кто у вас депутат городской? Не знаем. Пять лет, и мы не знаем, кто нас депутатом. Хотя бы кто для смеха пришел сюда. У нас это провал. Нет. Передаем привет депутату за те, что нам велик хорошие условия зробил, до нас приходил, нам помогал, до нас, до людей обращался, до пенсионеров. Здоровье им хорошее, чтобы до нас он таке явился наконец-то. Это у вас такая ирония, да? Да. Спасибо. Что ему тяжело было явиться, может быть, какие депутаты хоть раз пройдут, подивляться. Ну, теперь же всего нема. Ни полиция не приходит никого. То были участковые приходят нас, заходят, знаешь. Теперь никого у нас нема.